всем привет как я вам уже показывал хвастался такой большой гордостью пришел у меня диодный мост который я хочу втулить на мотоцикл ish на генератор же 12 вольтового название правда хибень вот пришла вот такая хибень и вот эту хибень надо куда-то притулить это уже ваши проблемы то есть я вам подскажу как это сделать потому что в этом году я не гарантирую что его поставлю потому что у меня пока две диодные сборки стоят у меня был ролик 2 диодных мостика со средней точкой еще с выводом я пока эту тему обкатываю уже порядка 300 километров накатал в разных условиях и в тяжелых с перегрузками и в жаре вот и все надеюсь что он когда-нибудь вылетит найду слабые места но пока живет сволочь живет подыхать не хочет все нормально еще будут ролики отсчеты что вот все видите пылью покрылась вот скорее всего на следующий год его поставлю не знаю как его можно будет ли притулить на генератор но я думаю тот кто захочет притулит день под сидением или с обратной стороны инструментального ментального ящика то есть еще будет теплотвод неплохой если под ящиком хотя мне писали комментарии говорили ты диодные сборки тебе поставил самое горячее место ребят оставил и до этого ничего не вылетает и вот сейчас пытаясь добить их ну не суть в общем диодный мостик это хибень у нас 50 ампер на 1000 вольт что это явно трендеж причем голимый такой китайцы и дальше или постебаться но по крайней мере если тут хотя бы 10 ампер есть и хотя бы вольт 37 держит для этого генератора самый шоколад по поводу того как его подключить слушаем внимательно пока теория практика может только на следующий год быть смотрите минус минус всегда припаиваем лучше припаять но если захотите клемм коденки чтобы не болталась и на корпус то есть вы можете прямо то сюда перемычку под этот болтик сделать и сразу на раму чтобы вот прям корпус был масса хорош то есть вот это будет масс все закинули на масс плюс сразу смело на плюс аккумуляторной батареи сажаете потому что там уже будет немножко другая история не так как бог бы пв блока бпв появлялась питание когда замок зажигания включил все так он без питания сидел вот плюс у нас прямо на аккумуляторную батареи сразу садите перемычкой желательно конечно через предохранитель мало ли что мотоцикле завода есть предохранитель и остаются у нас вот три таких контакта развеселеньких и на генераторе у нас есть три фазы так вот ребят думаю даже первоклассник даже детсадорец догадается что я вам хочу сказать без разницы какой последовательности вот три провода вы сюда вешаете как хотите там проводку можете вообще красивую силиконовые провода там поставить там с высоким содержанием меди который вымочена в крови девственницы прочее прочее кому как угодно но это конечно из разряда аудиофилов но иди животов могут такие найти в общем берете провода хорошего сечения ставить вот эти вот три фазы подключаете выводите и подключаете вот сюда эти три фазы на вход диодного моста то есть последовательность не важно перепутаете провода ничего у вас не будет у вас все будет работать так вот так можете попробовать соберите сначала все попробуйте его зарядка есть потом меняйте провода хоть заменять ничего не изменится все будет то же самое все то есть тут ничего сложного нет у нас мой регулятор об этом еще будет тема уж вопросы появляется но я вам так вскользь скажу любой ставится какой хотите хоть таблетку хоть выносной по плюсу который управляется хоть выносной по минусу, который управляется какой хотите на ваше усмотрение, лишь бы по 12 вольт по идее сюда можно любой регулятор втулить любой регулятор, который не не на основе шим работает широтной импульсной модуляции, а работает именно от постоянного тока то есть простейший регулятор, который просто держит напряжение в заданных пределах любой любой иномарки можно поставить на следующий год буду изгаляться неделю поездил на одном регуляторе другой поставил, потом еще другой еще другой и я вам докажу, что сюда какой хочешь регулятор можно уткнуть и он будет работать на этом все подводим итоги кто захочет, тот сделает кто не захочет, извините, тут уже ничем не поможешь и самое главное буду теперь в каждом ролике по мотоциклам по мотоэлектрике говорить если вы хотите найти какую-то причину и поломку, и устранить ребята, имейте под рукой вольтметр потому что многие пишут у меня не работает замерял, а у меня вольтметра нет я понимаю, что не каждому это надо но если вы уже взяли мотоцикл купите вольтметр самый простенький, самый дешевенький вот если он у вас будет и вы будете уметь замерять напряжение я вам гораздо быстрее смогу помочь с вашей проблемой с отсутствием зарядки это самая большая проблема или отсутствием искры вот прям вот ну гораздо быстрее а на этом пока все я с вами прощаюсь обязательно подписываемся на мой канал кто это не сделал хорошенько курсор наводим на кнопку подписаться и прям вот чтобы убедиться несколько раз так, пожмакать ее вот, убедились, что подписочка оформлена жмем на этой же кнопочке кнопочку колокольчик это чтобы не пропустить свежие бредни от канала Ильтелла вот посмотреть их первыми и заходим вниз под видео там есть ссылочка на группу ВКонтакте на нашу группу где я тоже отвечаю на вопросы стараюсь помочь людям вот а на этом пока все я с вами прощаюсь благодарю вас за внимание и конечно же ждем свежих роликов они скоро будут